Вырос на брегах Волда Квивира, современников задумал превзойти в познании мира. Лучшим способом познания счел он дальние дороги, чтобы эти причечения описать в высоком слоге. Десять лет по окончании католического вуза он блуждал неутомимо по путям Евросоюза, по Анголии, Андорре, по Канаде и Панаме, по родной Гвадалахаре и чужой Одессе маме, слушал ропот Ниагара и акустику Ласкала, потому что, слава богу, состояние позволяло. На мечети и собор он взирал благоговейно, не задерживаясь, впрочем, ибо формулы Эйнштейна, как часы на круглой башне на Бердичевском вокзале, в общий блок пространства-время недвусмысленно связали. Он как раз прочел Эйнштейна и публично подытожил, «Если больше ты проехал, значит, больше ты и прожил, по сравнению с соседом, окопавшимся в квартире, можно прожитые годы умножать на три-четыре». Был газетным репортером, а отчасти и поэтом, но особых озарений он не чувствовал при этом, ведь от холода трепещешь или от жара пасть оскалишь, по долинам и по взгоре он все равно себя таскаешь. Сочинял он что-то вроде «тата-тито», «тата-тата», что ни образ, то заемный, что ни строчка, то цитата. Много стран и континентов посетил испанский гений, даже в сумрачной России пробыл несколько мгновений. Посмотрев на тихих граждан этой сумрачной России, о ненужности движения он задумался впервые. Вот она лежит большая, от Урюка до Абрека, неизменная, по сути, с XVIII века, неподвижно отдается однотипному герою, распадается порою, собирается порою, но не движется при этом ни налево, ни направо и хранит гомеостазис, потому что сверхдержава. У любого региона есть набор своих специфик. У Британии овсянка, у Италии пансифик, у Австралии вомбаты, у Америки монеты, а Россия позвоночник, становой хребет планеты. Неподвижность – высший статус, а не способ суицидства. Так подумал Дон Алонсо и решил не суититься. После долгих приключений добровольного изгнания он избрал уединение лучшим способом познания. Пах надолго в неподвижность, он задумался о боге, начитался кастанеды, наглотался огней йоги, созерцая в гордом раже с фанатическим упорством не окрестные пейзажи, а единственный пупок свой. Десять лет он углублялся, сам в себя подобно свану, десять лет он погружался в неподвижность и нирвану, стал недвижней бегемота, столь стремительной когда-то, и писал при этом что-то тата-тито, тата-тата, но не слишком отличался от банального невежа, ибо как не углубляйся, а скитаешься в себе же. Десять лет он углублялся под родным испанским небом, но подъел свои запасы и с утра пошел за хлебом. Там увидел он девчонку в красной юбочке короткой, там он встретился глазами с этой наглой молоткой и увел в родную келью, где молился и постился, и к заветному ущелью обстоятельно спустился. С той поры под перезвоны барселонского трамвая по долинам и по взгорьям он скитался, не вставая. Ни на час не поднимаясь с древней койки обветшалой, он прошел за это время два экватора, пожалуй. Два экватора прошел он вместе с нею, вероятно, не в конкретном направлении, а туда-сюда обратно. Так, с девчонкой неученой, в красной юбочке китанию он узнал гораздо больше, чем за десять лет с китанией, ненадолго отвлекаясь от веселого разврата, сочинял он что-то вроде «та-та-ти-та-та-та-та». Это было монотонно и звучало очень слабо, ибо если ты бездарен, не спасет тебя и баба. Но серьезное такое он при этом делал дело, что поэзия значения абсолютно не имела, и хоть этого не знают распуфыренные дуры, есть понятие и занятие поважнее литературы.